Уже шесть мин упало. Отойди. Очевидно, боевики Гилаева перепутали объективы наших телекамер с оптикой артиллерийских приборов. Хотя даже визуально можно было легко определить, что по дороге идут журналисты. От линии соприкосновения войск с противником до вертолетной площадки меньше километра. И разглядеть людей со стороны села здесь можно без бинокля. На передовой становится ясно, что обстановка за сутки практически не изменилась. Со стороны села доносится ожесточенная стрельба, но войска свои позиции пока не меняют. Мы находимся на восточном окраине села Комсомольского. Отсюда в нескольких сотнях метров идет бой. Мешальные пули иногда долетают в эту сторону. Пехота, которая сейчас залегла вместе с нами, поставлена задача держать оборону, если боевики попытаются вырваться из села. В течение суток боевики пытались вырваться из окружения, натыкаясь на плотный огонь федеральных частей. Ночью кто-то из полевых командиров Гилаева выходил в эфир на открытой чистоте, называя главное направление прорыва. Село Мартанчу у Русмартановского района. Военные говорят, что боевики таким образом хотели ввести в заблуждение генералов, сосредоточив силы в другом направлении. Это стало ясно сегодня в полдень, когда на юго-восточной окраине Комсомольского прогремели взрывы. Группировка Гилаева стала пробиваться в сторону соседнего села Алхазурово, но попала в ловушку, оказавшись на минном поле. Кольцо практически сжалось и в принципе в кольце остались те дома, в которых проживает родственник Гилаева, он сам. И там по имеющейся информации находится полностью его семейство, то есть жена, две сестры и старая мать. Большая часть села уже под контролем военных. Здесь нет ни одного целого здания, на улицах лежат трупы домашних животных. Школа, где держат круговую оборону солдаты, завалена учебниками и штукатуркой. Разведчики не спят уже пятые сутки, питаясь сухим пайком и контуженными индюками. По ночам здесь ходят чеченские боевики, одного из них сегодня взял в плен этот солдат. Находились ночью в доме, а под самое утро, когда уже все нормально, рассвело, уже командир дал отбой, поспать немножко. Ну я лег на полу возле двери там. Ну зашел дух чеченец, стрел на меня такой, может подумал, что я там мертвый, или я не знаю, о чем он подумал. Через меня перешагнул, а в следующую дверь там командир сидел с офицерами. Ну зашел туда, принял их как-то за своих, они в масках были. И что, сначала с ними начал что-то разговаривать и все. А потом понял, что не туда попал-то. Вроде как начал стрельбу, открыл стрельбу и у него ничего не получилось. Ему просто наваляли, извиняюсь за оружие. По словам бойцов, школа для них уже глубокий тыл, хотя стрельба доносится с ближайшей улицы. Чтобы проехать по селу, надо спрятаться внутрь бронетранспортера. Снайперы и гранатометчики боевиков прячутся под обломками зданий и держат на прицеле все пространство. Генерал Фоменко пытался лично забрать двух убитых солдат, но не смог даже высунуться из БТР. Договорить с пулеметчиком мы не успели. Внезапно в сторону школы прорвались боевики и эти кадры в комментариях не нуждаются. Семенов! Когда все затихло, Андрей снова подошел к нам. Привет можно передать? Да, привет. Я хочу передать привет большой всей Карелии, также Прионерскому району, поселок Ла-2. Своей маме, папе, также сестре Ольге. Ну и всем, 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 кого я люблю и знаю. Ну и все, в принципе, я скоро вернусь. Евгений Кирищенко, Владимир Червяков, Антон Королев. Телекомпания НТВ Чечня. Сегодня к вечеру стали известны новые подробности того, что происходит в Комсомольском. Еще один репортаж из Чечни от наших фронтовых корреспондентов Аркадия Мамонтова и Тимура Воронова. Пока в юго-восточной части села Комсомольского продолжаются столкновения и бои с отдельными непримиримыми боевиками, на севере села Комсомольского началась так называемая зачистка. Она продолжается и сейчас. Остальное мои, что-то есть балконик, остальное не да, а что покажет? А там короны. Разведчики принесли первые трофейные документы. Спецназ внутренних войск осторожно заходит в дома и дворы. Руки на автоматах, пальцы на спусковых крючках. Но любое подозрительное шевеление, очередь или граната в подвал. Слишком дорогой ценой далась проверка паспортного режима в Комсомольском. Но судя по всему, операция близка к завершению. Так вы оттуда уже выдвинулись? Да, туда уже зашли. Нас там еще накрывали. Сейчас обратно защищают. То, что село Комсомольское, родовое гнездо рода Гилаевых, известно всем в округе. И сейчас центр села, где особенно идут ожесточенные бои, обороняют его родственники и приближенные. Об этом говорят документы. Паспорт одного из родственников. Купча на дом. В фотографии на всех документах писана одна фамилия. Гилаев. Военные говорят, что теперь дело честь не выпустить этого полевого командира из Кольца. Видимо, спор между Русланом Гилаевым и российской властью подходит к концу. На северной окраине много бронетехники. Танки, БТРы, залегшая пехота. Все готовы к любым неожиданностям. Прорывы боевиков к ударам с тыла. На командном пункте генералы находятся в постоянном напряжении. Вот уже несколько суток эти люди спят по 2-3 часа. Их не раз обстреливали, не раз угрожали в эфире. Для них дело при Комсомольском стало не только профессиональным, но и долгом чести перед теми, кто полег на этих улицах. А таких салат и офицеров в Комсомольском немало. Днем начальник штаба группировки Александр Баранов докладывает своему командующему о ситуации в селе. Сейчас вот мы как раз на северной окраине Комсомольского. Он всем докладом, все вот подразделения, которые выполняют задачу, дают основание сделать вывод, что через примерно час-полтора полностью все пройдут и выйдут на южную окраину Комсомольского. До победы осталось чуть-чуть. Главное, чтобы все это было не напрасным. Пять лет назад тоже брали села, брали Грозный, а потом ушли. Сказал нам на прощание без камеры пехотный капитан на окраине Комсомольского. И вот только что к своему штабу всех журналистов позвал генерал Александр Баранов. Он решил сделать важное заявление по ситуации в Комсомольском. Банда Гилаева практически разгромлена полностью. Сопротивления как такового активного со стороны банды нет. Есть несколько мест, где бандиты попрятались в подвалы. Ведут одиночный огонь. Заблокированы. С наступлением темноты практически стрельба и сопротивление прекратилось. Главная цель не допустить, чтобы кто-то из бандитов живым оттуда ушел. На это время, к сожалению, Гилаева найти не удалось. Так же, как и его семью, сестер, мать. Мы предполагаем, что он где-то или затаился в одном из помещений подвальных. Вот этого укрепленного района. Вот тут как раз мы слышали о том, что дома подготовлены как укрепленные районы. Трудно сейчас сказать где. Но я не думаю, что он где-то мог уйти незамеченным. Тем более, он там не один. Аркадий Мамонтов, Тимур Воронов, Евгений Коновалов и Владимир Дроздов. Телекомпания НТВ. Чечня.